Гости, дуга, поздравляют, поздравления, все это, даже если не захочешь, нет, все равно все так и будет. Как будто на другое не остается времени накрывать на столы, кого чем поздравить, как все это сделать. Смотришь в бумажник, в кошелек, и уже плакать хочется. Ничего не осталось. И думаешь, да кто ж выдумал этот праздник? Поэтому первая неделя, и это прекрасно. Я хочу сказать вам, что сам по себе год ничего принести не может. Хоть округленный, как не хочешь, какой бы это год не может. Год сам по себе ничего не даст, если мы что-то не запланируем в этот год. А в прошлом году уже, в прошедшем, много благ было в нашей жизни. А в этом году еще больше должно быть. А в этот год еще вперед более должны пойти. И вообще настало время занять наше место везде. Будет ли это работа, семья, служение? Есть человек и что-то, что вызывает какое-то промедление, замедление, а ты останавливаешься, как будто бы уже ничего не хочешь, или же просто всем удовлетворяешься. Как будто бы какая-то невидимая рука тебя останавливает, и ты уже ничего не хочешь. И порою это в первые дни Нового года. Но я хочу тебе сказать, что сегодня ты что-то должен решить. Противостать вот этому расслаблению. И посмотреть вперед к будущему. Никогда не удовлетворяйтесь тем, что имеете чего достигли. Порой бывает такое стабильное уже состояние, все стабильно, если ты уже умиротворен, все тихо, лучше так и чтобы оставалось. Но пусть эта стабильность тебя не остановит. Не остановись и не удовлетворяйтесь тем, что уже произошло, или что происходит в твоей жизни. Помни, что будущее намного больше, нежели то, что имеется сегодня. Не имеет значения, сколько ты имеешь, чего ты достиг. Ты можешь сделать намного больше. Ты можешь достигнуть намного больше. Поэтому не говори, не дай, Дьяволу, обмануть тебя, что ты уже устал, и надо отдыхать. Вы знаете, апостол Павел Владимирович, одним из успешных людей в служении, я думаю, и во всем. И он говорит к филиппийцам в 3 главе, в 13 и в 14 стихах. Братья, я не считаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Послушайте, первые братья, я не думаю, что я достиг, или я пришел туда, где уже должен остановиться. И я делаю одно. И я одно делаю. Я забываю прошлое. И я забываю, что было в прошедшем году. И я забываю то, что позади. И я не то, что ошибки забываю. Я и успех забываю. И я забываю те достижения. И я забываю все то, чего достиг. И я не говорю, что уже можно остановиться. Он говорит, что на высшей цели, и это значит, что на любую ступень, на которую он поднимается, он ее забывает. Он забывает, чего достиг, во скольких городах, он зашел, скольких людей он обрел там. Он все это забывает. И я все это забываю, говорит он. И я стремлюсь к тому, что впереди меня. Стремление — это великое желание. Желание дойти. Желание овладеть этим, чтобы это стало твоим. И Паул говорит, одно желание. Стремлюсь к тому, что впереди меня. Знаешь, что впереди — это невидимое. Оно еще не пришло. То, что впереди и стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе. И он впереди и видит что-то большее. И в реальном мире для его глаз это невидимо. Но он в своем сердце видит. Он видит будущее. Он видит цель. И он говорит, «Будь мне бесцельна жизнь моя, какой бы ступени я не достиг, чего бы я не достиг. И я это все забываю. А впереди, вон оно, невидимое. Это невидимая цель, к которой я стремлюсь. Я делаю одно. И это одно должен сделать и ты. Забудь то, что было до этого. В этом году посмотри еще дальше. В этом году после еще будет другая цель. В этом году имей высшие цели и высокие ступени. Не хвалиться вчерашним днем, потому что это прошедший день. Вчерашний день прошел, это прошлое. Вчерашняя уже похоронена. Но главное, что же будет впереди? Будущее внутри. Будущее не вне. Будущее внутри. Будущее человек видит и смотри, куда он идет. К чему он стремится. Это должно быть в твоем сердце. Если в твоем сердце в этом году нет этой картины, куда ты хочешь пойти? Ты никуда и не попадешь. Ты ничего и не достигнешь. Поэтому в начале же года И я говорю, этот год прекрасный год. 2020. Округленный год. Для пастора еще лучше. 2020. 2020. Попаром должно прийти. По парам благословения Божьи должны приходить. 2020. Двойное должно быть. Вы знаете, люди чего-то достигают. Но Бог, то, что ты бы мог достигнуть за три или пять лет, может тебе дать достигнуть это за один год. И если ты говоришь, я не знаю, доход у меня маленький, но столько расходов, вообще откуда все это приходит? И я от многих из вас это слышал. Тогда знаешь, что и время точно так же действует. За малый период времени. Можно сделать намного больше возможного. Поэтому в эти 2020. Что в два раза больше возможно, нежели в прошедшем году. Что Бог может. То, что нужно было за три или пять лет делать. Не о пятиметке говорили. Которая была во время коммунистов. То, что за три или пять лет Бог может. Это за один год в твоей жизни. Поэтому пусть у тебя будет эта цель. Это твое будущее. Оно внутри тебя. И сделай это будущее намного успешнее, нежели то, что ты будешь. Сотвори в себе, в начале уже этого года, это ожидание. В начале года более успешным увидеть свое будущее. Прошлое на то и прошлое, что оно уже прошедшее, и там уже не изменить. Но будущее всячески может измениться. Потому что оно в твоих руках. Оно не в чьих-то руках. До этого было сказано, что не в руках правительства твой успех. Не в руках страны твое преуспевание. Оно в твоих руках. Как ты захочешь. Ты как нарисуешь себе. Ты что сотворишь внутри себя. Какое ожидание. Как ты определишь. Давайте я немножко уклонюсь сейчас. И продолжу то, что говорила Ира. В середине декабря я был в Германии у нашей сестры Кетино. В 90-х годах вместе мы идем, и вот мы вспомнили эти 90-е годы. Вперед нужды. Когда ни света, ни газа, ничего. Большая-большая нужда. Вот Ге тоже в тот период покался, и он свидетель о том. При своих доходах людям было очень сложно за что-то платить, за квартиры и различные... Многие из вас, вы знаете, это не было ни работ. Вы знаете, вот что мы верили? Что мы можем изменить страну? Мы можем быть те первые, которые не будут красть из того, чем должны платить. Да. Могли быть голодными, даже не включать обогреватель, но при этом говорили, должны заплатить вот эти налоги и что-то пустить. Даже в голову не приходило не принести, не заплатить десятину. Потому что все верили, что этим мы меняем страну. Потому что в вожделенной стране о земле будете жить, когда это сделаете, говорит Бог. Я пожирателя остановлю в вашей жизни. И мы видели эту картину процветающей страны. Мы видели, что так мы поразим дух, атакующий страну. И каждый месяц, каждый год мы делали все больше и больше. Все выносили, начиная с золота. И мы жертвовали. И я верю, что мы что-то изменили. Поэтому мы не надеялись на страну. Там все время война была. А мы верили, что Бог может благословить нас вопреки всему. Несмотря на то, где ты живешь и как живешь. Поэтому, я говорю, не имеет значения, что вокруг будущее внутри тебя. то, что апостол Павел видел вокруг себя. А в тех народах никакой надежды не было. Но у него была цель, к которой он стремился. И в которой он верил, что она будет исполнена. И он менял города. Он достигал от города в город, от страны в страну. Притча 4.18 говорит, что путь праведных, как лучезарное светило, которое более и более светлеет до полного дня. И хорошие переводы есть. Но в чем главное? Стеза праведного, путь праведного, каждый день более и более светлеет. Пока более и более явным не станет. Мартелис Гза Путь праведного, от начала года до конца. Должно быть таким. Более и более светом больше. Свет изливается. Куда ты идешь? Что более и более. Приближаешься к тому, куда идешь? Путь праведного. И я думаю, я здесь говорю к праведникам, чтобы ваш путь каждый день более и более светлее должен становиться. Более и более должны приближаться. к той цели, которую вы назначили. Я забываю заднее прошлое. И я стремлюсь к будущему. К невидимому. Я притягиваю то невидимое благо в мою жизнь. То невидимое добро, которое ты увидел. Ты идешь и более и более реальным делаешь из той картины, которая была видна. Та цель, которая заложена, более и более становится реальной. Вот в конце года я хочу, чтобы сегодняшний день и служение ты не забыл. Что твое будущее, которое внутри, если там еще ничего нет, эти дни сотвори это. Увидь в эти дни. И не так, чтобы забыть. Невозможна цель, которая у тебя стремление забыть ее. Некоторые так хотят новый айфон, что ни один месяц не забудут об этом. Но сегодня мы говорим о том, что больше, чем айфон. То, к чему есть стремление, человек не забывает, и поэтому сотвори внутри себя о твоей семье, о твоем будущем, о твоем служении, чтобы ты шел к этому, стремился и не забывал. Царь Сулидан, мой зиде, ми яхлове и сикете упро да упро. Из прошлого, из будущего, притяни к себе вот это благо, это благо, то, что видишь в будущем, то эти ты каждый день более и более притягиваешь свою жизнь. То благо, которое ты увидел. Давай пятнадцатый стих посмотрим. Теперь к филиппийцам три пятнадцать. Павел говорит, забываю, стремлюсь, и пятнадцатый стих. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если вы по-другому мыслите, это вам Бог откроет. Поэтому тот, кто более здравомыслящий, тот, кто из нас совершен, кто немного подрос, возрос, тот так мыслит, забывает, прошлое, все, все, чем можно было похвалиться, все, чем можно было гордиться, все, что он получил, то получил, все забывает, как будто и ничего не получал, как будто и ничего не достигал, и с той ступени, на которой стоит, говорит, в этом году у меня есть достигать чего, в этом году я должен дойти, я должен получить в этом году. Сколько здесь таких совершенных? Некоторые воздержались. не имеют значения, сколько ты молишься, сколько ты жертвуешь, твои молитвы, твои жертвы ничего не изменят, если ты не изменишь жизнь. порой то, что удерживает будущее, порой это наше неправильное и то, что делает нас пассивными, порой это причина этому греху. И ты не идешь к цели. Ты можешь приходить на молитвенные служения. Молиться, этот один час быть в молитве. Но если жизнь изменится, то ничего не меняется. Мы говорим, все, с Нового года новая жизнь. Ну вот он и наступил, Новый год. Если ты забыл, напоминаю, Новый год. Дай начинай. Ты же начинал с Нового года. С Нового года все будет подробнее. С Нового года все изменю. Если ты еще так и не понял, уже Новый год. Многие может так и не поняли, кто себе лечит печень или еще что-то. Какой там Новый год. Но измени. Измени все. Начинай заново. Если в твоем сердце есть ненависть кому-то, измени. Измени сердце. Убери эту ненависть. Замени ее. Может потом, потом пройдет. Помни, что вот это потом, на потом это делает тебя бездейственным и не пускает вперед. Не думай, что с сердцем полным ненависти ты куда-то дойдешь, достигнешь куда-то. Ненависть по каким-то причинам возвращает тебя в прошлое. Но не подталкивает тебя. И прошлое оно удерживает тебя. Поэтому освободи свое сердце. Пусть в сердце не будет ненависти. Если Господь подталкивает тебя к чему-то, к какому-то даянию, тогда давай это. Нет, не говори, потом, потом. Я потом сделаю добро. Я потом помогу. Нет, если Бог хочет сейчас, сделай это сейчас. Не давай дьяволу претензий. Не давай дьяволу претензий. Не давай дьяволу претензий. Остановить, приостановить тебя. Потому что Бог хочет тебя благословить. Если к чему-то подталкивает. Это значит, что Бог чего-то ожидает от тебя, чтобы ты предпринял шаг, а Он дал. И пока ты этого шага не предпримешь, этого не будет. Вы так сотворены, чтобы слышать Бог. И я верю, что все это вы слышите. Хотя бы даже то, чтобы начать молиться. А ты на потом. Возможно, ты действительно это говорил с Нового года буду молиться. С Нового года буду читать. Если все еще ты не нашел на этом моменте, не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего ночи уже Новый. О, хорошо. Я по-старому Новый год. Вот с этого времени ночи. Я, потому что по старому календарю живу. Хорошо. Начинай с 14-го, но только начинай. в Библии сказано о сыновьях Исахара. Их уэрти томи ромель сад схав дат брдзенни. Исахар томи с дзеби брдзенни хунену. Было колено Израилева, и из этого колена были сыны Исахарова мудрые. Вы знаете, почему? Потому что они знали время, когда, что должно делаться. И все их спрашивали. Библия говорит, что Иисус для нас стал Божьей мудростью. И если ты его принял, значит, Божья мудрость живет на тебе. Апостол Павел говорит, мы имеем ум Христов. И будем иметь, не достигнем, а мы уже имеем. Просто в чем дело, будем ли мы использовать это или нет. Исахар используя этот ум Христов и эту мудрость Божью. И когда Бог говорит, ты пойми, сейчас, теперь время. Не откладывай. Не останавливай. Это останавливающие силы. научись покоряться Богу. Потому что Библия говорит, что послушание лучше жертвы. А потом, что ты сделаешь, и может быть, ты больше сделаешь. Это уже не действует, потому что Бог желает послушание. Когда видишь, что к чему-то подталкивает, делай. не откладывай. И ты увидишь, что к концу года большие изменения будут в твоей жизни. Ленивый в молитве он просто не может быть благословенным. потому молитву движет человеком, побуждает к духовной жизни. Писание говорит, много может усиленная молитва праведного. Ты многое можешь усиленной молитвой. если хочешь многое смочь, оказывается, должен усилить твою молитву. Потому что много может усиленная молитва праведного. поэтому не откладывай. Когда видишь, что в сердце Господь говорит, начинай молиться. Молись и не унывай. Молись и не унывай. Может быть, каждый день ты говоришь, повторяешь одно и то же. Но ты говори. Но ты говори. Говори. Все молитесь и не унывай. Притча 24-30. И я проходил мимо поля ленивого человека и мимо виноградника скуда умного человека. И Соломон и Амбопс Соломон говорит, я увидел какую-то мудрость. Я научился какому-то уроку. Когда прошел сад, мимо прошел сад виноградника скуда умного и бедного. Там столько всего повырастало, что не должно было расти. что я что-то понял. Давайте по 34-й стих прочитаем. И вот помни, Бог не ленив и не скуда умен. И по той причине, что ты его дитя, ты также должен быть таким мудрый и усердный. и вот все это взросло черно, мы его покажем. Поверхность покрылась крапивой, и его каменная ограда обрушилась. И я посмотрел, обратил мое сердце, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и твоя бедность придет, как прохожий, и твоя нужда, как вооруженный человек. Это больше в начале года. Эти пирования прошли застолья. Сейчас по-старому Рождество. И еще и по-старому Новый год. Ай, в этом месяце, сколько же день рождения, ну просто. А, начало года, до конца еще время есть. Вот это откладывание. Еще есть время. Еще весь год впереди. Этот подход, он ввергает нас в бездействие. И Соломон говорит, проходя и увидел, что все покрыто крапивой и терном. Ограда была обрушена. Все, что выросло в его жизни. Все кусается. Все жалит и кусается. И никакой защиты. Ограда обрушена. А потом удивляемся. Почему же все жалит и кусается? И почему мы с ним? И когда я это увидел, я задумался. И я научился уму. Немножко отложить дело. Прилечь. Чуть-чуть еще. Потом, потом. Время еще есть. Пока отдохну. И бедность твоя, она ограбит тебя. Как вооруженный человек. Как грабитель подступит к тебе бедность. И сначала приходит это ограбление. И затем берут в пленение. И очень многие люди, они заложники бедности. Они не могут вывести. Они не могут избавить себя. Потому что дали право прийти к бедности и пленить. Желание-то появляется, вывести. Избавить себя. Но многие люди не могут избавиться из бедности. Они не освобождаются из этого. Потому что пришел этот вооруженный. И взял тебя в плен, в заложники. И уже нелегко освобождение. Но давай в этом году избавься от этого заложничества. Есть принципы, которые не надо нарушать. Когда мы нарушаем эти принципы. Вот эти грабители приходят в гости. Говорят, мы пришли в гости наветаться. И когда они придут в гости. Потом они уже в собственном же твоем доме возьмут тебя в заложники. Поэтому не отдавай этому духу бедности прийти в твою жизнь. И сделай тебя, как колючка. Как это крапива или терновик. И ты другая, или даже морской стуле. Знаешь, как можно поразить этот дух. Дух бедности. Опять-таки, десятинами и пожертвованиями. Давайте я прочитаю вам и еще один стих. Причи 26-13. Ленивец говорит, лев на дороге, лев посреди площади. Он из дома на улицу не выходит. На улице хищник. На улице та сила, которая не даст мне преуспевать успеху. Там ничего не получается. А что же тогда делать? А как делать? А нет уже работы. На прошлой неделе здесь стоял Тимур. И вот Тимур сидит. И ребята с репцентра. Если у вас нет работы, он может вас научить, как работу найти. Все ребята, они большинство приезжие. И все они работают. И они сами платят. И за квартиру. И сами они кормят себя. Из заработанного имя же. А как они нашли? Они не испугались этих львов. Которые как бы на улице. Бог, он не неудачник. И поэтому ты тоже не неудачник. Знаете, Давид, он сражался с собою. Он не позволял себе сдаться. И саратзлевда, тависта, сими суплебас, гад черебу лихо. Остановиться, расслабиться. Он даже унывать себе не давал права. Не унывай, чтобы постоянно искать человека, кто же тебя будет ободрять, толчок давать тебе. Не будь человеком с постоянно плачущим лицом. Когда Давид доходил до такого состояния, он говорил, что ты унываешь, душа моя? Что ты унываешь? Что ты унываешь? Вновь положись на Господа, надейся. Надейся, вновь на Господа. Не забывай всех его благодеяний. Не забывай все то, что он тебе сделал. Славь, душа моя, Господа. Славь, душа моя, Господа. Славь, душа моя, Господа. Потому что он тот, кто избавил тебя из могилы. Потому что он тот, кто тебя все простил. Кто от всего тебя исцелил. Будь мотиватором себе. Никого искать. О, никто меня не ободряет. Никого. Никого. Никого искать со мной. Никто меня не помнит. Вы знаете, мой друг Александр Данилевский, Саша Данилевский из Луганска. Сейчас он уже в Америке живет. Когда он и у нас тоже проповедовал. Когда проповедовал. И вот когда мы уже по дороге едем. Он сидел в машине. Если бы я его слово не похвалил. То-то он свою проповедь начинал хвалить в машине. И однажды я спросил. Я говорю, что это ты себя хвалишь? А я как-то не жду, чтобы кто-то меня похвалил. Я знаю, я сильно говорю. Вот так говорит, я себя все время ободряю. Он, знаешь, он мотиватор себе. Себя мотиватор. Это неплохое качество. Когда мотиватор, я сам. Когда тебя никто не ободряет. Ты начинаешь себя ободрять. У тебя все получается. Поспоришь зеркало и себе говоришь. Ты хвалишь себя. Ты видишь успешного человека. Я так радуюсь, что такого успешного человека вижу. Что все получается. Что любишь жить. Радостно. И всем нравится с тобой общаться. Даже если никому и не хочется с тобой общаться. Начинай это делать. Мотиватором себя. Сам себя ободряй. Что все у тебя получится. Что это уже сложно тебя остановить. Потому что ты знаешь, кто ты. Ты знаешь, кого ты уверовал. Ты знаешь, что у тебя все получится. Поэтому говори себе. Что ничто тебя не остановит. Так как у тебя есть Господь, даровавший тебе цель. У тебя есть видение, и у тебя все получится. Нравится это кому-то или не нравится. А ты все равно достигнешь твоей цель. Обрадует это кого-то или нет. Да не мое это дело. Утхари шэнстауз. Скажи себе. Элла пара кешэнстауз. Говори к себе. Модица модеки. Давай сейчас встань. Субтитры сделал DimaTorzok